Привет, друзья! Хотим сообщить, что теперь играть в покерумах от нашего сайта стало еще выгоднее. Мы запустили возможность оплаты товаров с популярных маркетплейсов за Пекарь Стас Пойнс. Регистрируйтесь в покерумах от портала Пекарь Стас, за активную игру вам будут начисляться Пекарь Стас Пойнс у нас на сайте и вы сможете потратить их на покупку абсолютно любых товаров с маркетплейсов. Это может быть бытовая техника, любая электроника, смартфоны, мониторы и тысячи других товаров. Подробности по ссылке pekarjstas.com.psp 10. Тоже интересная раздача. Мы на СБ 3 бетим котов. Получили колл. Поставили четверть на флопе. Все круто. На терни уже сдаемся. Сыграли чек-чек. На девятке Хиро тоже чекнул. Мне кажется, что здесь мы в любом случае можем добрать с нашей рукой и ставить надо где-то в районе двух третей. Смысл в том, что после чек-чека оппонента кажется, что его диапазон намного более смещен в сторону шоу-даун-вэлью и как будто бы нам не против каких рук блохкачить. То есть, те руки, которые могли бы блефовать, отчасти уже начали блефовать на терни. И при этом многое шоу-даун-вэлью, оно не поставит само, но заколет ставку. То есть, условно говоря, семерки, восьмерки, шестерки, низкие покеты, они могут сами не поставить ривер. Это раз. Туз-хай, типа Туздама, например, они тоже не поставят естественный ривер, но при этом они могут соблазниться и заколить ставку от нас. Кажется, что здесь достаточно круто выглядит добор. Хиро почекал и посмотрел на Туздаму. Мне кажется, что если здесь поставить две трети, то периодически мы даже от Туздама будем получать колы. Не говоря уже о Покетах. Валет-Х достаточно часто поставят сами терн. Руки типа десяток часто поставят сами терн. То есть, по сути, единственная рука, которая... Ну, единственная категория рука, которая в РНЖ оппонента будет нас бить, да, это небольшая часть валет-Х, которые, ну, зачекали. Бихайнд на терне. И десятки. Не думаю, что очень много 9-х есть у оппонента в РНЖ. Все остальные Покеты мы бьем, и при этом мы их можем завалюбить. Вот. Я думаю, что здесь тоже недобор, и надо было добирать. Переходим к следующей раздаче. Следующая раздача также не пестрит какой-то оригинальностью. На первый взгляд, будет максимально простая. Мы открылись, нас СБ заколил. Попали в ту пару, делаем конбет. После чего играем чик-чик, и я по риверу вылью бетчу вторую улицу. Казалось бы, ничего особенного, да. У нас ту пара, еще бы ее не вылью бетить. Но, опять же-таки, хочу обратить внимание на контекст. И если бы я не видел у своих учеников подобного рода лики, я бы, наверное, и не взял в подборку эту раздачу. Но дело в том, что многие игроки играют как? Видят топару, ставят конбет и ставят дальше конбет по черну. И получается, что они просто-напросто все свои топары берут и вгружают в линию бет-бет. А остальные линии просто-напросто забываются. За редким исключением, кто-то что-то может почекать терн. А те, кто чекает терн, крайне маловероятно будут смотреть эти видео, да. Поэтому, на чем бы я хотел здесь обратить внимание? На том, что подобного рода топары имеют у нас только две улицы в элью. В подавляющем большинстве случаев, пока она не усилится. И мы можем с вами играть разными способами. Например, даже с флопа, не имея бэкдора, можно, в принципе, даже чекнуть сразу же, чтобы сыграть, например, бет-бет терна и бет-ривера, к примеру, да. При этом, когда мы заводим в чек нашу топару, то у нас образуется ситуация, в которой мы благополучно можем где-то как-то и зачекрейзить соперника, извиняюсь, не зачекрейзить, а рейзить соперника на одной из улиц. Либо же просто-напросто принимать его блефы, плюс какие-то оверплеи. За счет этого, то что мы начинаем распределять наш диапазон уже с флопа и строить как-то, что куда у нас пойдет, то есть именно как диапазон будет делиться от улицы к улице, мы создаем более-менее защищенный диапазон, плюс мы начинаем наказывать нашего соперника за какие-то лишние действия, за суету, а этим грешат довольно-таки многие оппоненты. Они и оверплеят, и блефуют лишнего, там, где это делать не нужно, и всем этим нужно именно пользоваться. И именно такие вот средние силы тупары, они отлично подходят для того, чтобы, так скажем, уводить их в разные улицы, точнее в разные линии. Мы можем, опять же повторюсь, чекать с флопа и спокойно принимать ставки по терну или рейзить терн. Мы можем сыграть, как я сыграл, и опять же таки мы готовы со спокойной душой ловить даже большие сайзинги от оппонента, то есть даже прилетают овербет. У нас отличная рука, чтобы непосредственно с этой рукой отколить. У нас не создается ситуация, что мы приходим на ривер по линии бет-чек, нам летит овербет, а нам вскрывать не с чем. Ну, да, практически. А у нас тут раз, и есть чем вскрывать. Ну и непосредственно мы не теряем улицу, даже под некоторых оппонентов здесь можно с этой тупарой поставить не просто три четверти, а даже овербет. И соперник может просто-напросто спокойно отколить, подумав, что ну то пар у нас там немного, да, и условную восьмерку или даже шестерку может отколить на овербет. И в реальности такое бывает, и не сказал бы, что редко. То есть мы в глазах оппонента капаемся, и этим непосредственно пользуемся тем, что мы понимаем, что мы в глазах оппонента являемся капнутыми, и заставляем его где-то как-то дополнительно ошибиться, тем самым печатая дополнительный EV с нашей рукой. Поэтому про такие вещи не забывайте, и их всегда нужно держать в уме и пытаться непосредственно более грамотно распределять наш диапазон, включая топ-пары. Лимпид фиш, чекаем. Чек, чек. У нас Терном Стрит. С чего мы хотим добрать? Естественно, мы хотим волюбетить здесь пары. Так как SPR здесь низкий, то есть фиш же он играет в деньгах, как я уже сказал на примере, что мы хотим подкручивать доллары, центы и так далее, чтобы было... Ну, смотреть, грубо говоря, как для фиша это все смотрится. То же самое здесь. Для фиша есть разница. В банке 20 блайндов, вы фигачите ему здесь 39, в банке 20. Или вы в банк 2 ставите 3,75. Для него это просто там... Ну, вот у него там шестерка, семерка, и там вы ставите 3,75, 3 доллара, да, если говорить про лимиты на 100. Здесь фишу достаточно просто коллировать овербет. И выходит шестерка теперь. С чего мы хотим собирать? Мы хотим, ну, естественно, волюбетить шестерку, и мы хотим любую пару волюбетить. И как я уже сказал, на таких досках фиши, когда доска спаривается, и у них пара, они озвучивают свою пару как допер. И это первое. Второй момент в игре против фишей, что... Ну, и это, в принципе, человеческий фактор, что люди как бы не очень любят выкидывать доезды. А здесь в каком-то смысле для фиша это доезды две пары, как бы для регуляра это смешно не звучало. Поэтому здесь ставим такой сайзинг, который сожрет любая пара. Я ставлю 31. Опять же, наверное, тут небольшая ошибка. Я бы сейчас поставил 29 блайндов. Вот то, что я как раз говорил. 29 с половиной, где-нибудь так. Ну, получаем рейс. Ну, можно здесь впушить. Конечно, наверное, надо было пушить. Я заколлировал. Из-за того, что доска спарена. Но, естественно, трипсов тут гораздо больше. Я думаю, что колл, наверное, ошибка. Надо было репушнуть. Да, но вот самое главное здесь. Трипс против трипсов. И так, понятно, дофига выигрываем. Самое главное ставить очень крупно. Больше покерводов и видеокурсов от профессиональных игроков вы найдете в вип-клубе нашего сайта pekarstas.com. Друзья, спасибо за просмотр и хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк данному видео.